Здравствуйте дорогие друзья, это канал Все о Кроссовках. Представляем вашему вниманию Nike Drifter Split. Модель увидела свет еще в прошлом году, но к нам в руки она попала совсем недавно. И мы посчитали ее достойной вашего внимания. Это кроссовки из серии ISPA, ну или ISPA, кому как больше нравится. Аббревиатура образована от слов Improvise Cavenge Protect Adapt, что является бы целой философией или набор принципов дизайна компании Nike, которые объединяют в себе и импровизацию, и заботу об окружающей среде, и здоровье клиента или пользователя. Дизайн Drifter Split вдохновлен традиционной японской обувью, ну или раздвоенными носками Tabi, которые очень сильно напоминают верблюжью лапку. С первого взгляда это все дело смотрится по-дурацки, но если честно, что-то в этом есть. И где-то в душе хочется оставить их себе, но это не точно. И как всегда, перед началом очень просим вас подписаться на наш канал, проявлять свою активность в комментариях. Этим самым вы помогаете нам не терять мотивацию выпускать новые видео. Итак, поехали! Верх кроссовок изготовлен из очень плотной синтетической ткани. Нигде не указано, что это такое, но, судя по всему, это всеми любимый рипстоп. Если я ошибаюсь, то очень сильно прошу поправить меня в комментариях. Носочная часть усилена плотными нашивками, нижняя часть задника дополнена материалом, похожим на брезент. Основа под люверсы тоже изготовлена из необычного, как для обуви материала, тактильно это напоминает зонт. Кромка внутри и снаружи обработана искусственной тканью, тактильно-визуально напоминающей нубук. Подкладки тут как таковой нет, вернее она имеется, но это просто обратная сторона того, из чего пошит вверх. На ощупь материал очень приятный, ногам, думаю, будет комфортно. Нужно обратить внимание на то, что Drifter Split просто усыпаны рефлективными элементами. Вот эти вот маленькие точечки по бокам и две большие точки с фронтальной стороны и на заднике отлично отражают свет. Язычок тут тонкий, как и заготовка. С внешней стороны он пошит из плотного нейлона, с внутренней из, опять-таки, рипстопа. Очень круто, что он фиксируется по центру при помощи двух огромнейших широченных резинок по бокам. Сползать в стороны не будет ни в коем случае. Также нужно не забыть о петле для удобства надевания, которая пользуется одном удовольствием, палец пролазит без проблем. Перейдем к системе фиксации. Здесь очень интересная система шнуровки. Люверсы тут сдвоенные и просто так потянуть шнурки, чтобы отрегулировать полноту, нельзя. Нужно педантично тянуть шнурки от люверса к люверсу мелкими итерациями, что не очень удобно, я вам скажу. Но зато фиксация на ноге жесткая. Шнурки дополнительно продеваются в плотные петли по бокам. Выглядит стильно и вообще вот эти вот широкие петли, которые окучивают кроссы, мне нравятся. Вот сами по себе шнурки напоминают какие-то металлические канаты с рефлективными нитями. Выглядит все это очень футуристично и необычно. Также нужно обратить внимание на фиксацию верхней части кроссовка. Тут имеется дополнительная шнуровка, которая позволяет кроссовкам плотно охватывать щиколотку при помощи специальной фурнитуры. И еще прошу заметить, что здесь напрочь отсутствует стелька. Это дело все скопировано с модели Adidas NMD. Там точно такое же решение, когда вместо стельки используется тонкая ткань с отверстиями, через которую видно межподошвенный слой. Кстати о подошве. Она тут очень интересная. Промежуточный слой отливается из двух видов пеноматериала. Основа это наша с вами любимая EVO, если я не ошибаюсь. Дополненная вставками из материала, которая визуально напоминает технологию Boost от Adidas. Но больше похоже на пенопласт, но мягкий. В каких-то источниках указывается, что это пена Zoom X, но подтверждения на официальном сайте я не нашел. Вернее, на официальном сайте в США их уже давно нет, но есть, например, на японском Nike в другом Colorway. Хотя вот, например, есть такая интересная модель Nike Fontanka Edge. Здесь мы видим похожее решение, но тут написано, что это Zoom X. В общем, непонятно. Также между задником и подошвой имеется специальная накладка из мягкого пластика, которая помимо декоративной функции выполняет функцию стабилизации пятки. Что касается подметки, то она тут резиновая. Рисунок протектора необычный. Вот эти вот элементы очень сильно напоминают логотип кроссовок от Kobe Bryant. Первое впечатление. Кроссовки вызывают двойственные чувства. Как говорится, и хочется, и колется. Конечно же, очень смущает вот эта вот раздвоенная носочная часть. Ну, верблюжий, лапка тебе, и все. Но, с другой стороны, выглядит вполне себе привлекательно и необычно. Чувствуется японский стиль. По поводу удобства. В комплекте идут специальные носки, которые созданы для комфортного взаимодействия стопы и этой обуви. Но, в принципе, можно и с обычными носить по той же схеме, как вы комбинируете носки с вьетнанками. Надеюсь, вы понимаете, о чем я. Так вот, если я меряю свой размер, то мне дико давит большой палец с внутренней стороны. От этого очень неудобно и хочется плакать. Вот если берешь на полразмера больше, в моем случае 8,5 US, то педали сидят просто идеально. Вот в этих местах с краю остается пустота, которую, в принципе, мне нужно заполнять. В принципе, на ноге они сидят хорошо и довольно хорошо амортизируют, но все-таки эти кроссовки больше для хайпу, а не для пеших прогулок. О ценообразовании. Так как на официальном сайте в США информации о них уже нет, на помощь приходит Google. В интернете за них просят от 120 до 200 долларов, в зависимости от размеров, в наличии коих не так много. В принципе, все. Давайте смотреть, как эти кроссовки выглядят уже непосредственно на ноге. Субтитры сделал DimaTorzok Это был обзор Nike Drifter Split Ispa. Большое спасибо за внимание, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик и подписывайтесь на наш канал. И, конечно же, не забывайте комментировать. Субтитры сделал DimaTorzok